Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регионы». Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Выбор сделан. На Кубани состоялись выборы депутатов ЗСК, как голосовали анапчане за будущее края и родного города. Стоп снято. 26-й российский открытый фестиваль «Киношок» подвел итоги и попрощался с «Анапой» до следующего сезона. Молодежь рулит. Юные автомобилисты со всей России показали мастерство вождения и знания ПДД в «Анапе». Выборы в «Анапе» состоялись. Вчера в единый день голосования анапчане избрали новый состав законодательного собрания 6-го созыва. За выборным процессом, кроме многочисленных наблюдателей, следили общественники-представители ассоциаций по защите избирательных прав гражданский контроль. Вывод эксперта – выборы в «Анапе» прошли без нарушений, как это было в материале наших корреспондентов. На депутатский мандат в новом составе краевого парламента претендовали политические партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Коммунисты России». По одномандатным округам были и партийные лидеры, и самовыдвиженцы. Ожидания перемен с таким настроением жители муниципалитета шли на избирательные участки в единый день голосования. Я несколько раз пропустил, не голосовал. Сегодня я чувствую, что нужно голосовать. Вот, и мой голос. Что-то должен решать. Чтоб не выбрали кого-то другого, чтобы, ну, мой выбор был мой выбор. Пришло время голосовать, надо голосовать. Выберем, потом мне на кого бежаться. В жизни города хочу видеть нового человека, новое венье, новая деятельность, потому что все, что были люди старые, они у нас уже работали, мы это уже видели. Хочется чего-то нового, перемен хочется. В течение всего дня голосования представитель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» проводил мониторинг ситуации на избирательных участках города-курорта. Пока без нарушений, которые повлияли бы на волю изъявления граждан. Мелкие жалобы и заявления не там поставили в стационарный ящик, не дали места, но это же не влияет на волю изъявления. Да, конечно, на это надо реагировать. И, ну, самое главное, уходить от конфликтности, не доводить членам комиссии с правом решающего голоса, когда они будут просто-напросто заниматься только рассмотрением жалоб и заявлений, а непосредственно своими функциональными обязанностями. По итогам дня голосования мнение экспертов не изменилось. Давление на воле изъявления граждан не оказывалось. Выборы в Анапе прошли без нарушений. Анапчане ожидают от своих представителей в краевом парламенте внимания, неравнодушия к проблемам курорта и его жителей. Безопасность на всех избирательных участках обеспечивали более 300 сотрудников полиции отдела МВД по городу Анапа. На каждом участке дежурили от трех до семи полицейских. Подготовку к единому дню голосования анапские правоохранители начали более чем за два месяца. Предпринятыми мерами удалось обеспечить правопорядок во время проведения выборов. Ни одно сообщение о правонарушении и вообще ни одно правонарушение не было совершено во время проведения выборов. Я считаю, что комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности нами выполнен был. Всего в единый день голосования в Анапе работали 75 избирательных участков. С самого утра они не пустовали, однако более высокая активность отмечалась во второй половине дня. Наши корреспонденты работали на разных участках. Везде царила спокойная атмосфера. Все, кому не безразлична судьба родного города и Кубани в целом, нашли время выполнить свой гражданский долг. Избирательный участок 0-2-10 в ДК Молодежном – один из самых крупных. Здесь всегда высокая явка. 10 сентября анапчане с самого утра спешили исполнить свой гражданский долг. Хочется, чтобы наши дети и мы жили хорошо. Я понимаю, что многие не верят сейчас уже ни во что, но это как бы наш долг. И если не мы, то это сделают за нас. Поэтому нашли время, пришли и проголосовали за того человека, которому доверяем. Надеемся, что он будет помогать. Ну, чтобы лучше жилось нам. Чтобы то, что мы хотим, чтобы оно все исполнялось. Чтобы у нас улучшилось здравоохранение. На всех избирательных участках повышенные меры безопасности. За ходом голосования следят сотрудники полиции, казаки и наблюдатели. Участок 02-66 в спортивной школе номер 10 обслуживает часть третьего микрорайона и Супсехское шоссе. Здесь также нарушений не зафиксировано. Явка активная. Несмотря на выходной день, анапчане идут семьями. Избиратели надеются на позитивные перемены в жизни города. Это хорошая традиция у нас в семье. Мы всегда голосуем. Мы еще ни одно голосование не пропускали. Мы приехали сюда. Всего два года живем в Анапе. И думаем, что с нашим голосом что-то изменится. Думаю, что и в том числе и от моего голоса зависит то, как будет жить край в ближайшее время. Каких людей, люди, население выберет для того, чтобы они осуществляли их надежды, желания, мечты. Обстановка спокойная, нормальная. Люди идут, голосуют, приходят с семьями, приходят с детьми. Всем довольны. То есть комиссия работает у нас в полном составе. Никаких нарушений не зарегистрировано. Анапчане выбирали представителей по двум одномандатным округам. Муниципальное образование вошло в состав двух избирательных округов. Городская территория, Станица Анапская, Гайкадзорский и Супсехские округа вошли в Южный, одномандатный округ номер 27. Остальные семь сельских территорий курорта – Солнечный, одномандатный округ номер 26. В шестом созыве количество депутатских мандатов сократилось со 100 до 70. Причем 35 депутатов избирались по одномандатным округам, а еще 35 – по территориальным партийным спискам. По сообщению территориальной избирательной комиссии Анапская, явка на выборы в Анапе в 27 округе составила 22,85%. И в 26 округе – 30,34%. Итоги единого дня голосования в Анапе таковы. Среди шести кандидатов Южного, одномандатного округа победила Юлия Пархоменко. Она набрала 45,13% всех голосов. В 26 округе боролись за мандат четыре кандидата. Подавляющее большинство избирателей – это 74,95% – отдали свои голоса за Ирину Конограеву. Результаты голосования по партийным спискам таковы. «Единая Россия» набрала 70,1% в 26 округе и 58,66% в 27 округе. Последующие позиции партии распределили между собой одинаково в обеих округах. На втором месте ЛДПР – 15,01% и 15,82%. Третья в списке – Коммунистическая партия Российской Федерации – 8,14% и 13,69%. Четвертая – «Справедливая Россия» – 2,59% и 5,7% и завершает выборный рейтинг Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 2,07% и 2,3%. В станице Гостогаевской жители одновременно с депутатами в ЗСК выбирали своего представителя в муниципальный совет. Из числа пришедших на избирательные участки Гостогаевцев 76,13% проголосовали за Игоря Тарана. И к другим темам. Триумф якутского кинематографа на фестивале «Киношок». Церемония закрытия 26-го по счету кинофорума прошла в эти выходные. В этом году организаторы решили обратиться к новому российскому кино. Оказалось, что подняли на всероссийский уровень уникальный культурный пласт. О некоторых фильмах говорили как о долгожданных. На красной дорожке вместе с признанными мэтрами, дебютанты, экспериментаторы, просто любители. Но всех объединяет любовь к профессии. Александр Цой, автор фильма «Лучшее от первого лица», победителя конкурса короткометражек, не скрывал эмоций. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает кинофестиваль, всем тем, кто пытается его развивать дальше. Огромное спасибо Анапе. Это что-то невероятное. Специальные призы у короткометражных фильмов «Бывшие» и «Стрела». Таким образом, в коротком метре отметили 3 из 18 работ. В детской программе «Киномалышок» жюри было более щедрым. А это 15 школьников из Анапы, Крымской и Кемрюка под четким руководством актрисы Марины Яковлевой. По ее словам, компромиссы было искать непросто. В результате диплом за лучший актерский состав получил фильм «Спасти Пушкина». Призы за лучшую детскую роль получили Филипп Малов, картина «Осенью 41-го» и Саша Новиков за фильм «В небо за мечтой». Приз зрительских симпатий у Ивана Золотухина, исполнителя главной роли в фильме «Ein zwei drei». Лучший сценарий по версии жюри «Киномалышка» у фильма «Байкальские каникулы» версия 2.0. А гран-при у картины «Осенью 41-го». Я бы всем этим картинам присудила главный приз. Они все этого достойны. Потому что в таких условиях, когда нет дотации на детское кино, не дают деньги, это невыгодно снимать детское кино. Эти люди, они просто вот как танка, вырвав сердце, несут детям эти фильмы. Очень приятно, что регионные участвуют. Организаторы не скрывают, что в фестивальных кулуарах разгорались нешуточные споры. Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Странник». Его вручил председатель жюри «Полного метра» режиссер Александр Прошкин. «Это такое очень искреннее, очень страстное высказывание лично этих людей, этих трех режиссеров и высказывание поколения. Это чрезвычайно важная картинка. Я очень надеюсь, что она найдет своего зрителя, зритель сердца подзовется на их, в общем, благородный труд». Команда фильма «Язычники» оформила дубль, получила приз кинокритиков. Кроме того, актрисе Елене Нестеровой вручили награду за лучшую женскую роль. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Дмитрий Власкин, фильм «Эластика». Фарид, я знаю, как ее найти, правда. У меня теперь все другое. Жизнь другая. И я другая. Кула! Третий фестивальный дубль на счету фильма «Из уфы с любовью». Он получил приз кинопрессы имени Ирины Шиловой за зрительский потенциал, а также статуэтку за сценарий вручили его автору. «Неожиданно, конечно, потому что мы смотрели работы, разговаривали с коллегами, и, в общем, было понимание, что работы, в общем, много достойности. Поэтому, ну да, да, это неожиданно, приятная неожиданность, очень радостная». По словам Айдара Акманова, сценарий писали во многом исходя из бюджета – 5 миллионов рублей. Но это не рекорд среди призеров. Как рассказал режиссер Степан Бурнашев, это экспериментальная работа с бюджетом около 1 миллиона рублей. Фильм «Нечисть» авторы из Якутии представили как фильм ужасов. Фестивальная жюри выдала диплом за поиск оригинального изобразительного решения в жанре притчи, а за саундтрек уже вручили статуэтку. «Мы сняли так очень экспериментальный фильм, и когда снимали, вообще не думали, что мы будем на каком-либо вообще фестивале, а тем более киношоке, и получить еще какой-то приз». Сегодня в Якутии ежегодно снимают до 10 полнометражных фильмов. Их показывают в республиканских кинотеатрах наравне с зарубежными новинками. Одна из таких работ – «Кэрол. Невидимая красота» получила Гран-при фестиваля. «Я вообще сам не ожидал этого, и сказали, ну реально это шок. Я очень люблю кино, сам люблю процесс, я сам как бы актер, и сниматься люблю, и вот первый раз попробовал, и получил приз». В этом году впервые вручали приз за лучший документальный фильм – картина «Бриллиант для моих муравьев» о полярнике, который тяжело заболел, но в итоге нашел себя, фотографируя муравьев. Сейчас его работы известны на весь мир. Уже традиционно назвали три лучших телевизионных фильма. Третий приз у картины «Никому не говори», второй у ленты «Мама Люба» победителем стала картина «Свидетельство о рождении». Один из любимцев публики, Алексей Булдаков, исполняет песню с анавским ансамблем «Зарница». В этом году киношок посвятили 80-летию со дня образования Краснодарского края. На рубеже второй четверти века обновленный фестиваль поддержали в Министерстве культуры России губернатор Вениамин Кондратьев. Организаторы поблагодарили Кубань и Анапу за гостеприимство. Начали обратный отсчет до дня открытия 27-го фестиваля киношок. В Анапе стартовал всероссийский лично командный чемпионат по автомногоборию «Юный автомобилист» среди детских и юношеских объединений и автошкол Всероссийского общества автомобилистов. Первые старты показали, все участники тщательно подготовились к соревнованиям. Поэтому для победы понадобится не только мастерство, но и терпение. 19-й чемпионат по автомногоборию по традиции проходит на автодроме возле здания ГИБДД. Калининград, Москва, Казань, Санкт-Петербург. Более 50 участников прибыли из разных регионов нашей страны, чтобы показать мастерство вождения автомобиля и безупречное знание правил дорожного движения. Возраст участников от 12 до 17 лет. Ребята прибыли сюда, видимо, не простые, а это коллектив от всех регионов, самые лучшие. Ну, я не сомневаюсь, что действительно сегодня победит сильнейший. Первый день ребята соревновались в упражнениях комплекса «Классика-1». Необходимо было выполнить, казалось бы, простые упражнения, знакомые каждому автомобилисту. Но так как задания выполнялись на время, то испытания получились зрелищными и даже экстремальными. Начинают они заниматься этим уже с раннего возраста. Уже в детских садах проводятся занятия с детьми. В начальной школе учатся они как юные пешеходы. Дальше, дальше, дальше уже как юные велосипедисты. И вот наступает тот момент, когда необходимо и важно детей приучать правильной эксплуатации транспортных средств. И поэтому на закрытых площадках, в автошколах, в детских клубах, секциях проводятся занятия для них. Они изучают правила дорожного движения, устройства автомобиля, правила управления, безопасное управление транспортным средством. После практических заданий проверка теоретических знаний. И здесь ребята на высоте. Правила дорожного движения участники соревнований знают безупречно. Совместная работа ГАИ и общественных организаций приносит ощутимые результаты. Этот спорт, он помогает, ну, культуру вождения, так сказать, вырабатывает в детях. Поэтому вот пропагандируем, стараемся как можно больше этим заниматься, больше детей вовлекать. Совместно с ГИБДД работаем. То есть они нам помогают, мы им помогаем. Поэтому мы считаем, что это очень нужное дело в стране, потому что машин очень много. Окончательные итоги соревнований подведут сегодня вечером. За первое место в командном зачете среди региональных отделений ВОА юные автомобилисты будут награждены специальным кубком и ценными призами. В Анапе на базе Всероссийского детского центра смена проходят всероссийские спортивные соревнования школьников. Президентские состязания 2017. И за дня в день участники городских класс-команд преодолевают новые вершины и доказывают, что именно они самые спортивные, быстрые и ловкие. Сегодня мальчишки и девчонки соревнуются в трех видах программ. Прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек и подтягивание для юношей. Подтягивание на перекладине – это настоящее испытание на силу и выносливость. Время в этом виде состязаний не ограничено, но существуют определенные правила. Например, подбородок должен быть выше перекладины. Ребята из класс-команды из города Саратов признаются – достигать новые спортивные вершины им помогает поддержка друг друга. Каждый день мы тренировались, усердно тренировались. Три месяца подряд. Вообще вот он вчера поставил, он сделал 37 раз больше всех. На прессе больше всей России, из мальчиков. Давайте мы похлопаем. В секторе прыжков в длину у каждого по три попытки. Однако прыжок не засчитается, если участник сделал заступ или вышел из сектора. Каждый день – как новый личный рекорд для Ульяны Гураль из города Елизово Камчатского края. Она уже побила два своих рекорда в отжиманиях и прыжках в длину. Каждый день были упорные тренировки по пять, по шесть часов. Раньше я делала раз 15 в отжиманиях, сейчас я сделала 29 в прыжках. Я раньше прыгала метр 80, сейчас метр 95. Во второй день соревнований появились новые лидеры. Среди девушек самый высокий результат показала Ксения Саблина из Липецкой области. Среди юношей – Умар Магомедов из Республики Дагестан. Командой, набравшись самое большое количество баллов, стала городская класс-команда из Липецкой области. На втором месте – Республика Коми и третье место у Воронежской области. Завтра, во всемирный день подтягивания, всех желающих приглашаю в сквер Гудовича. Попробовать свои силы на турнике. Точка подтягиваний «Волл Пулап Дэй» будет работать с 14 часов рядом со скейт-парком. Любой желающий сможет выполнить простое упражнение, присоединившись к спортивно-силовому проекту мирового сообщества. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверский «Экстра» – 209,90. Любительская «Тавровская» – 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная – 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А, Крымская – 98, Амелькова – 28 и Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 12 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем – 26-29 градусов выше нуля. Ночью – до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.